Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках визита в Крым посетил легендарный международный детский центр «Артек». Президент осмотрел макет детского центра и ознакомился с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, которую проводят с 2014 года. Президента в ходе осмотра сопровождали вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец, советник президента Андрей Фурсенко и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Руководитель «Артека» Алексей Каспаржак рассказал президенту о том, что площадь детского комплекса сопоставима с Монако. Он сообщил Путину о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тысяч детей. Это втрое больше, чем сейчас. Он сообщил, что в лагерь приезжают дети не только из России, но и из других стран, в том числе из США, Украины, из стран Европы и из Сирии. Президент России лично открыл седьмую смену «Артека». Сюда всегда приезжали самые лучшие и из нашей страны, и из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь учат главному. Учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья. Артек многому дает, многое дает. Он учит жить, он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание «Артековец», дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождало вас всю вашу жизнь. Поздравляю вас! АПЛОДИСМЕНТЫ В 80-е годы во время Холодной войны Артек принимает сотни детей из разных стран, но наиболее известным он становится после приезда из штата Мэн Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю Советского Союза Юрию Андропову, в котором девочка поинтересовалась, не собирается ли он начинать войну. Андропов в ответ на письмо девочке пригласил Саманту в Артек, чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году. Сейчас Артек является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам всероссийского рейтинга детских лагерей 2016-2017 годов он признан лучшим в России.